Всем привет, вы на канале The Box, меня зовут Володя, а это Сбербокс ТОП, друзья. Это ТВ-медиа-центр с умной камерой и семейством виртуальных ассистентов Салют на борту, которые рискуют стать самым полезным гаджетом в вашем доме. И у меня есть как минимум три аргумента, почему это так. И досмотрев этот ролик до конца, вы узнаете, что же умеет такого Сбербокс ТОП, чего не умеют все остальные, и почему же он такой умный. Ну, короче, давайте не тратить время не зря подписка, если вы еще до сих пор не подписаны. Хотя это удивительно. Лайк помчали? И начну я, пожалуй, с комплектаций, потому что в кое-то веке в коробке есть что-то интересное. Слушайте, ну такое ощущение, что собирали их сказочные эльфы, ну вот эти, которые работают с Санта Клаусом, ну которые по графику, день через 364. И значит, открыв упаковку со Сбербокс ТОП, первым делом вы видите сам девайс, который, вы знаете, с виду чем-то напоминает даже Кинект от Майкрософта. И вот с первого взгляда на Сбербокс ТОП замечаешь вот внимание к деталям, например, внизу есть пара таких небольших прорезиненных выступов, которые позволят разместить устройство под телевизором. Ну а если вы, например, захотите поставить Сбербокс повыше, то просто раскрываете нижнее крепление и устанавливаете ТВ-медиа-центр наверх. Притом конструкция здесь такая, что даже если у вас телевизор с тонкими рамками, то Сбербокс ТОП не будет перекрывать изображение. Русик, твоему вот этому черно-белому ящику из прошлого века подойдет только свалка. И как вы, я уже, надеюсь, заметили, здесь есть встроенная умная камера с умным фокусом. И о ее возможностях я расскажу немного позже, но сразу успокою всех тех, кто волнуется за свою приватность. Ведь если вы переживаете, что за вами будут подглядывать разные там хацкеры, то не стоит. Потому что у Сбербокс ТОП есть механический затвор, который перекрывает обзор камеры и на аппаратном уровне отключает ее. Ну а сверху даже есть еще и кнопка для отключения микрофонов на системном уровне. Так что ни подсмотреть, ни подслушать за пользователями Сбербокс ТОП не получится. Максимум, что может быть, это соседи будут заглядывать к вам в окна, чтобы посмотреть, что вы там такого новенького себе прикупили. Ко всему на корпусе медиа-центра нашлось место для динамика, порта USB-C, выхода HDMI, а также специального коннектора питания. Ну и вместе с медиа-центром вы получите еще пульт, батарейки к нему, HDMI кабель, а также еще пару вот таких вот стиков. И вот зачем они, вы узнаете немного позже, но могу сказать сразу, что геймерам они очень понравятся. Вы знаете, Сбербокс ТОП это такой умный домашний помощник, благодаря которому смотришь на домашние развлечения уже по-новому. И вот первый аргумент в пользу Сбербокс ТОП это семейство виртуальных ассистентов Салют. И собственно потому-то здесь и поставили камеру с высоким разрешением и целых 6 микрофонов. Притом внутри живет не один виртуальный ассистент Салют, а сразу три. Это Сбер, такая зеленая подсветка, Джой, вот видите, оранжевая подсветка и Афина, синяя подсветка. Они одинаково умные, но при этом отличаются там голосом, характером. Поэтому вы особо сильно не заморачивайтесь, а просто слушайте какой вам больше понравится. Ну, короче, наблюдайте. Салют, позови Джой. Привет, Джой на связи. Я очень скучала. Я тоже. А Руси как скучала. И сразу скажу, что семейство виртуальных ассистентов Салют вот здесь вот нужно не для того, чтобы просто запускать там YouTube или другие какие-то приложения. Потому что в Сбербокстоп они реально умные и могут много чего. Например, вы можете задавать разные вопросы вроде там «Салют, найди фильм Мэла Гибсона» или «Салют, закажи, например, зерновой хлеб». Ну, короче, и так далее. Или можно спросить рецепт какого-то блюда, например, поставить таймер, узнать погоду, ну и остальное. К тому же и самим Сбербокстоп можно управлять голосом с помощью запросов к виртуальным ассистентам. Например, через пульт или жестами. Притом ассистенты отвечают на вопросы даже при выключенном экране. Вот, к примеру, смотрите вы фильм «Главная с функцией Лэйр» и говорите «Салют, запусти поиск авиабилетов». Билеты из Москвы в Петербург с 1 по 12 января один пассажир. Все, друзья, будущее наступило. К тому же Лэйр распознает локацию и позволяет купить билет туда через приложение «С7». «А я могу спросить, когда я уже найду себе девушку?» «Русик, ты себе девушку найдешь, когда от матери своей съедешь. Я это и без Сбербокстоп знаю». Ну и, само собой, Сбера и Найджой умеют по команде запускать там разные фильмы, ютуб, музыку, игры, искать информацию в интернете через браузер, ну, короче, и так далее. «Какие последние новости?» «Роскомнадзор начал блокировку сайта умного голосования с помощью технологии для изоляции Рунета». Ну и ясное дело, что вы, конечно, можете просто выбрать нужное кино или сериал, например, из коллекции ОКО с помощью пульта, клацая на кнопки. Но ведь гораздо удобнее просто сказать в пульт, например, «Сбер, найди Титаник». Все, и смотреть фильм. Ко всему вот эти вот виртуальные ассистенты ведь еще очень полезны в быту. Ну, например, при помощи виртуальных ассистентов вы можете заказать доставку продуктов в сервисе «Самокат». Или, например, взять и записаться к врачу с помощью консилер-сервиса «Дуэт». К тому же «Сбербокстоп» умеет еще работать с устройствами для умного дома, вроде там разных смарт-лампочек, розеток. Так что с помощью голосовых команд можно будет не только еду заказывать, но еще и включать домашние приборы, например, регулировать освещение. Это прям очень прикольно, потому что бывает, вот валяешься в кровати, уже вот-вот сейчас заснешь. Потом смотришь, свет включен, и все. Понимаешь, что нужно выключить свет. И все, удобство пропало. А так скомандовал, например, виртуальному ассистенту «Выключи свет», и все. Ну, кстати, можно отдавать команды что с помощью пульта, что голосом. И, кстати, вызываются вот эти вот виртуальные ассистенты «Салют» довольно просто, и есть даже три способа. Итак, первый – это нажать специальную кнопку на комплектном пульте управления. Притом там даже есть микрофоны, так что вам не придется кричать на телевизор. Так делают только пенсионеры и футбольные фанаты, когда их любимая команда проигрывает корову. Ну, а во-вторых, можно показать еще и знак мира в экран. Избер автоматически активируется и начнет вас слушать. Либо же позвать ассистента по имени, или просто сказать «Салют». Только же вы не забудьте при этом включить микрофон и открыть обзор камеры. Ну, и третий способ – это скачать приложение «Сбер Салют» на свой Android или iPhone и управлять уже этой системой через смартфон. Если вы подумали, что камера в «Сбербокстоп» стоит только для того, чтобы вызывать виртуальных ассистентов, то это далеко не так. Ну, во-первых, он пригодится вам для организации видеозвонков и видеоконференций. И к тому же умная камера держит фокус на вас и следует за вашими движениями. И самое удобное, что звонить с видео своим контактом в Telegram можно просто по голосовой команде. Так что вы теперь можете совершать видеозвонки с самого большого экрана в доме. При этом доступна конференция «Джаз Бай Сбер» до 100 человек без ограничения по времени. Ну, а во-вторых, камера «Сбербокстоп» еще и пригодится для спортивных приложений. В приложении для йоги «Зения» умная камера отслеживает правильность осад и подсказывает, как изменить положение тела. И, кстати, вот это вот «Зения» — это первое приложение для йоги с виртуальными ассистентами. А вот приложение «Вэл Байл» предлагает уже видеозанятия и лайвстримы с тренерами. Кардио, йога, силовые, функциональные тренировки, стретчинг, пилатес, восстановительные тренировки, танцы, короче, и так далее. Все же, конечно, главная задача «Сбербокстоп» — это развлекать пользователей. И, вы знаете, в этом плане, ну, просто море всяких возможностей. Все же этот ТВ-медиа-центр с умной камерой умеет не только проигрывать фильмы, но еще и заменит игровую приставку. Но давайте обо всем по порядку. Вот ты живешь по правилу, чтобы поступать со всеми так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой. Это, конечно, неплохо, но вряд ли твой пес захочет тебе делать массаж после того, как ты два часа делал ему рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Оставь ты уже этого пса! Прицепился ты к нему. Посмотри лучше мой обзор, он тебя и расслабит. Лучше всякого массажа спины, даже лучше слабительного. Ай, не надо, не благодари. Подписывайся. Так вот, продолжим. И вы знаете, на самом деле, как только впервые я запустил вот этот вот Сбербокстоп, то сразу понял, что буду пользоваться этой штукой постоянно. Потому что уже даже на главном экране я увидел много всего интересного. Советую сразу придерживать лицо руками, потому что глаза реально разбегаются. К примеру, тебе вот сразу показывают последние мировые новости. Можно посмотреть погоду и так далее, и так далее. И вот когда ты замечаешь боковое меню, то понимаешь, что здесь всего намного больше, чем кажется на первый взгляд. Ну, как в курице гриле. Если вы не знаете, что вы хотите посмотреть, то просто можно, например, вкладывать каналы, как в старые добрые времена. Ведь у Сбербокстоп есть встроенное приложение с эфирными каналами, где присутствует более 240 самых популярных каналов, а также еще разные различные зарубежные. Притом обычные каналы доступны сразу без дополнительной платы. Ну, вот, конечно, за доступ ко всяким там BBC, Fox, Cartoon Network придется все-таки доплатить. Ну, а если точнее, то обзавестись подпиской, которая и убирает вот эти вот ограничения. Ну, а если вы, например, как и я, уже несколько лет особо-то и не смотрите телевизор, и за фильмами и сериалами идете сразу в специальные сервисы, то в Сбербокстоп сразу встроен сервис ОККО. Притом он полностью интегрирован в систему и является частью оболочки. И, например, если вы попросите найти какой-то конкретный фильм, то смотреть вы его будете именно через ОККО. И здесь сразу три плюса. Ну, во-первых, это возможность поиска фильмов с помощью голоса. Во-вторых, здесь действительно много контента, включая фильмы, сериалы, разные передачи, ну, и ясное дело, мультфильмы. Салют, найди Человека-паука. Ну, и в-третьих, все переведено, поэтому не будет такой ситуации, что вы выбрали, например, какой-нибудь фильм или сериал, но не можете его посмотреть, вы уже ничего не понимаете. Ну, только если речь идет не о индийских блокбастерах, потому что вот там даже с переводом ничего не понятно, что происходит. Ну, и в качестве бонуса в ОККО есть еще такая прикольная функция видеошопинга Layer, которая поможет найти одежду, которая сейчас одета на актерах, или, например, локацию, где они находятся. Функция работает с помощью искусственного интеллекта. И вы знаете, я был действительно удивлен, потому что бывает смотришь какой-то фильм, увидел рубашку, тебе понравилось, и потом начинаешь ее искать в интернете. Это прям миссия невыполнима. А так все быстро, просто и удобно. И вот отдельно для родителей отмечу, что в Сбербокстоп есть детский режим, который включается через приложение Сбер Салют на смартфоне. И вот задача у него одна, это ограничивать детей от контента для взрослых. Ну, или от мужей, это у кого в семье как. В том числе это касается сериалов и песен с ненормативной лексикой. К тому же, вот эта вот функция детского режима блокирует возможность покупать что-то в сервисах. И вы знаете, Сбербокстоп не мог бы называться ТВ-медиа-центром, если бы он только умел проигрывать сериалы и фильмы. И создатели это тоже понимали, потому что здесь есть сервис для прослушивания музыки Сбер Звук и доступ к десяткам радиостанций. К тому же, как и в случае с ОКО, можно искать нужные вам композиции с помощью голосовых команд. Притом у Сбера есть еще и свои плейлисты под настроение, и вы просто можете, например, включить музыку для отдыха или для работы. Салют, включи музыку для работы. А что если я на работе отдыхаю? Тогда ты ночной охранник в магазине. Я тебя поздравляю. Ко всему владельцы Сбербокстоп могут настроить доступ к своим сохраненным картам и включить потом функцию оплаты по лицу и голосу. Но помните, что функция оплаты по лицу и голосу не является банковской биометрией. И работает только как способ подтверждения оплаты при помощи банковской карты на конкретном устройстве. Ну а если вы вдруг, например, не успели прикупить себе новенькую PlayStation 5, то Сбербокстоп в каком-то смысле может вам заменить игровую консоль. А все дело в том, что у Сбербокстоп есть облачный игровой сервис Сберплей, который и позволяет запускать популярные ПК-игры на ТВ без необходимости покупки какой-то дорогой консоли или мощного ПК. При этом он обеспечивает отличное качество картинки. Если вот не вдаваться в эти все подробности технические, то у Сбера есть мощные компьютеры, к которым вы подключаетесь по интернету и играете. И ко всему у Сбербокстоп есть еще очень крутой плюс. Вам не нужно заново покупать игры. То есть если у вас уже есть аккаунт там в том же Steam, Origin, Epic Games, то вы просто подключаете свою учетную запись и играете во что хотите. И кстати вам даже не придется докупать отдельный игровой контроль. Вы помните я вам рассказывал о вот этих вот джойстиках, которые идут в комплекте? Так вот их положили сюда не просто так, а для игр. И чтобы ими начать пользоваться, нужно просто скачать приложение Сбер Салют, соединить смартфон со Сбербокстоп и включить режим геймпада. И играть долго и счастливо, пока смерть главного персонажа вас не разлучит. Ну и ко всему в саму приставку уже установлено пару игр от студии Gaitzen Entertainment. Вроде War Thunder, Crossout, они все бесплатные и полностью оптимизированы под ТВ-станцию. Ну и собственно при желании можете играть через смартфон с помощью виртуального геймпада. И кстати среди предустановленных игр есть много развивающих игр для детей. И даже есть прикольное приложение со сказками и виртуальной реальностью, вроде Чудо-книжки. Ведь здесь благодаря умной камере можно не только послушать сказки, но и примерить маски и костюмы героев. Так что Сбербокстоп действительно назвали не просто так умным медиа-центром. Ведь он умеет развлекать не только играми, музыкой и фильмами, но еще и помогать в быту. Он одна только возможность заказать еду из самоката с помощью голосовой команды, чего стоит. Да и управление вещами для умного дома тоже очень полезная возможность. Ну и как ни крути, но Сбербокстоп может действительно дать, как говорится, вторую жизнь вашему старому телевизору. Ведь с этим устройством вам уже не придется раскошеливаться какой-то новый, дорогой смарт-ТВ. Достаточно взять Сбербокстоп, который сделает ваш телевизор даже умнее. Ну а для того, чтобы сделать себя не только умнее, но еще и веселее, обязательно посмотрите вот эти вот видео. И главное помните, все самое интересное в коробке.